По вопросам применения МКУРНГИ, по вопросам оздоровления МКУРНГО, перед вами сегодня выступит президент ПОНКОАГРАЦИЯ, автор российской М-технологии, доктор медицинских наук Пётр Аюшеевич Шамлин. Но мы сегодня будем говорить о новом препарате или продукте в компании МКУРНГА, как и все остальные М-репараты, МКУРНГА – это тоже наукоемкий продукт. Его надо знать, как применять, для того, чтобы иметь максимальный эффект от этого препарата. Будучи пищевым продуктом, МКУРНГА, по большому счету, не требует каких-то строгих, что ли, схем применения. Но точно так же, как одному человеку эти продукты идут, другому человеку конкретные продукты не подходят, МКУРНГА тоже может вызывать какие-то незначительные, скажем так, побочные действия. У кого-то их вызывает сжение в желудке, например. У одного появляется жидкий стул, у другого, наоборот, запор начинается. Это просто индивидуальная реакция, как и на все остальные продукты любого человека. Но этот продукт уникален тем, что любой человек в домашних условиях может задать МКУРНГЕ такие свойства, которые дадут максимальный эффект в плане оздоровления. И могут дать, МКУРНГА может дать во многих случаях оздоровительный эффект даже лучше, чем специальные лекарственные средства, которые применяются при конкретной болезни. Вообще, в восточной медицине есть такой канон. В природе нет ничего, что не могло бы быть лекарством. И в природе нет ничего, что не могло бы быть ядом. Все продукты питания могут быть лекарством, все продукты питания могут быть ядом. Просто каждый человек, он действительно должен чувствовать свой организм и понимать, как те или иные продукты употреблять, какие продукты ему можно вообще употреблять, от каких лучше отказаться. Для того, чтобы понять, в чем причины неэффективной профилактики, в чем причины неэффективного лечения многих хронических заболеваний, я хотел бы сегодня немного подробнее изложить для вас четыре фундаментальных биологических аспекта, вот непонимание которых не позволяет эффективно избавляться от многих своих недугов. Четыре аспекта. Мы о куринговой лечении будем говорить немного позже. Куринговое лечение имеет прямое отношение к этим четырем аспектам. Но давайте сейчас все-таки разберем эти четыре аспекта, потому что, я думаю, ни один врач вам вряд ли об этом скажет, или от кого-то вы можете еще услышать. Но мои исследования, мой личный опыт показывают, что соблюдение этих четырех аспектов позволяет действительно иметь хорошее здоровье. Первый аспект – дефицит питания. Второй аспект – дисбактериоз. Третий аспект – дефицит питания, дисбактериоз. Третий аспект – иерархия живых структур. Иерархия живых структур. И четвертый аспект – двойственность патогенеза, двойственность возникновения и развития заболеваний. Ну, начнем с первого. Дефицит питания. Вы все прекрасно понимаете, что человеческий организм – это, по сути, живая химия. Да? И недостаток любого из питательных элементов, макро-микроэлементов, витаминов, аминокислот и так далее, рано или поздно, всегда приводит к появлению какой-то патологии. Да? И, конечно же, прав доктор Уолок, которого вы знаете, ну, многие из вас знают, потому что в компании «Арго» я часто встречаю в информационных центрах его книжки, его книжку, которая называется «Вымершие врачи не лгут». Да? Знаете такую книжку? Доктор Уолок говорит, что все болезни от дефицита питания. И я с ним абсолютно согласен. Но многие думают, что если он питается разнообразно, вкусно, он не имеет дефицита питания. На самом деле, практически как раз все наоборот. Чем разнообразнее человек питается, тем больше дефицит питания он имеет. Парадокс, да? Почему такое происходит? Мы все знаем, что если человеку перелить несоответствующую группу крови, произойдет страшная реакция антигена-антитела, человек погибнет. Да? Вот эта реакция на несвойственные его организму белки и полисахариды. Мы знаем, что все продукты питания содержат и белки, и углеводы, те же полисахариды, и жиры. Да? А кто тогда сказал, что в слизистой желудочно-кишечном тракте не происходит точно такие же реакции антигена-антитела, которые в итоге не позволяют нам нормально усваивать все питательные элементы, которые туда поступают. Вот эта воспалительная реакция, как защитная, она заставляет как можно быстрее принятую пищу убраться. И в итоге мы еще меньше усваиваем разные питательные элементы. Чем разнообразнее питаемся, а это означает, мы в гораздо большей степени получаем чужеродные белки и полисахариды, и на них будет происходить еще сильнее вот эта реакция, и мы будем меньше усваивать питательные элементы. и человек, который питается несоответственно своей группе крови, который питается беспорядочно, а вот вкусно, вот хочу, и все. Денег у меня хватает, покупаю, что хочу, ем, что хочу. В итоге человек тратит свои деньги для того, чтобы оставить их где? В туалете. и еще заработать на эти деньги болезни. Смешно, конечно, но, между прочим, даже многие врачи не понимают этого или не хотят понимать, и считают это все полной чушью. и я очень мало врачей встречаю, которые заставляют своих пациентов питаться соответственно своей группе крови. Ну, а если человек не усваивает нормально питательные элементы, откуда он может быть здоров? И как можно этого человека вообще избавить от его болезней? 20 лет назад у меня была язвенная болезнь. Я всегда рассказываю о своем примере, потому что этот пример очень показательный. Я каждый год по 3, 4, 5 раз попадал в гастроэнтерологическое отделение к своим коллегам. Однажды меня привезли в больницу с желудочным кровотечением и коллеги предложили удалить желудок. В общем, мотивировали тем, что в следующий раз скорая помощь меня просто не успеет довести до больницы. Но я был молод, становиться инвалидом мне не хотелось, от операции отказался, рискнул, кровотечение удалось остановить, но потом, когда я выписался из больницы, я для себя решил все. Первый звонок прозвенел, мне надо кардинально менять в первую очередь диету. А так как тогда не было книг питания по группам крови, не было специальных методов исследования на совместимость с теми или иными продуктами, мне пришлось проделать очень простой, но не очень приятный эксперимент, который заключался в следующем. я весь день ел только один какой-то продукт. Если мясо, говядина, например, утром кусок говядины, вечером, в обед, вечером, запивал только теплой, кипяченой водой и ничего другого. если я ночь спал спокойно, я для себя делал вывод и записывал в тетрадь, что говядина есть мне можно. Во всяком случае, говядина не усиливает моих желудочных болей. На другой день отваривал кусок нежирной свинины, например, весь день питался точно так же, всю ночь мучился, сделал для себя однозначный вывод, свинина мне не идет. И два раз лет как уже свинину я не ем вообще. Свиное сало люблю, но свиное сало в мой желудок не реагирует никак. Потом такой же эксперимент провел с курицей и был очень удивлен. нас всегда учили, что куриное мясо это одно из самых лучших диетических продуктов. И тяжелым больным всегда назначали куриный бульон. мясо я для себя обнаружил, что куриное мясо для меня во всяком случае самое ядовитое мясо. Еще хуже свинины. И 20 лет уже как курицу я не ем. точно точно так же я проэкспериментировал с бараниной, с каниной, с оленем мясом, в общем разные виды мяса. Я понял, какое мясо мне можно есть, а какое нельзя. Потом также экспериментировал с разными видами рыб, овощей, молочных продуктов, мучных продуктов, фруктов, ягод, разные напитки и так далее. В общем, весь этот эксперимент занял почти полгода. Полгода я не мог позволить себе нормально питаться. Но мне надо было понять, мне надо было составить свой индивидуально подобранный рацион, чтобы сохранить свой желудок. И когда я разобрался со всеми основными продуктами и перешел на свою диету, то есть только на те продукты, которые никогда не вызывали желудочные боли, а если боли нет, то это значит, что язвенная болезнь тоже исчезла. Да? Ну так или не так? Болей нет, соответственно, болезни нет. И через полгода после такого питания, когда я пришел на контрольную фиброгастроскопию, мой коллега, который постоянно мне проводил эту процедуру, долго меня мучил, потом спрашивает, а чем ты лечился? А я говорю, ничем. И больше у вас лечиться не буду никогда. диета. И эта диета ваша, которую вы назначаете трезвенником, язвенником, она тоже не работает. Это не та диета. книга. Когда пять лет назад мне впервые попалась книга Питера де Адамо «Четыре группы крови, четыре пути к здоровью». Питер де Адамо «Четыре группы крови, четыре пути к здоровью». Эти книги есть во всех книжных магазинах. Мне, конечно, было интересно сравнить таблицу для третьей группы крови, у меня третья группа, с моей таблицей, насколько они совпадают. И я был приятно удивлен, что все продукты совпали. Те продукты, которые для третьей группы крови являются полезными, вот этими продуктами я, в принципе, все эти 20 лет в основном и питался. Есть продукты нейтральные для меня, например, есть продукты исключительно вредные. Я не ем свинину, не ем курицу, не ем продукты из пораженной муки, муки, из ячменевой муки, пшеничную очень редко себе позволяю, не ем, например, что там, картофель, не ем, помидоры, не ем гречневую кашу, ну и так далее. Ну, конечно, есть много, что я ем, но сейчас все перечислять смысла нет. вы можете всегда купить эту книгу или другие аналогичные книги, взять таблицы и для себя определить, что вам можно есть, чего есть нельзя. Питание играет исключительно важную роль в поддержании здоровья. и когда ко мне обращаются сложные больные, ну, я редко занимаюсь медицинской практикой, я в основном занимаюсь научными исследованиями и производством препаратов, но когда ко мне обращаются друзья, знакомые, там, родные и очень просят, чтобы я с ними поработал, я соглашаюсь при одном условии. Я для этого больного составляю рацион питания и требую от него, чтобы никогда, во всяком случае, в тот период, пока он у меня лечится, он не должен нарушать эту диету. Если он будет нарушать, нет никакого смысла лечиться. Я говорю, идите к другим врачам, лечитесь, но не отнимайте мое время и не тратьте свои деньги на это лечение, потому что правильно подобранное питание это 80% как минимум успеха в лечении любого заболевания. Не важно какое это заболевание, рак или морякозная болезнь, или гипертоническая болезнь, или шизофрения, не важно какая болезнь. Для эффективного лечения любого заболевания требуется питаться очень правильно. Необходимо в обязательном порядке устранить дефицит питания. это первый аспект. Больше я на нем говорить не буду, вы найдете книги, если вам надо это, если вы мне верите, найдете книги, сами дальше все изучите. Второй аспект дисбактериоз. Вы знаете, что человеческий организм устроен таким образом общее количество микробов в нашем макроорганизме в сто раз больше, чем общее количество всех наших клеток разных органов и тканей вместе взятых. Микробов-то у нас гораздо больше, чем в наших собственных клеток. Мы знаем, что природа устроена очень разумно. В природе ничего лишнего нет. И если природа наделила нас таким огромным количеством микробов, значит, они играют какую-то очень важную роль. Да? Мы также знаем, что миллиарды лет назад, когда условия на планете были совершенно неподходящими для жизни млекопитающих. Именно микроорганизмы, первыми зародившись на планете, за эти миллиарды лет подготовили планету, создали биосферу такой, в которой стало возможным вот это огромное биологическое разнообразие разных, самых разных существ. Именно микроб это все подготовили и сделали эту среду пригодной для нашей жизни. Они за эти миллиарды лет утилизировали все ядовитые выбросы вулканов, тяжелые металлы, радионуклиды, бог знает что. и они сделали, они подготовили нашу планету для того, чтобы мы в итоге появились мы. Микробы являются фундаментом жизни. И если нам природа дала столько микробов нашему организму, они наверное тоже фундамент нашей жизни. Каждый микроб известный вырабатывает десятки разных ферментов. Ферменты это катализаторы биохимических процессов. Но если микробы живут в нас, значит эти ферменты мимо нас пройти не могут. Значит эти ферменты активно участвуют в наших биохимических процессах. так или не так? Исследования ферментских ученых во главе с Агнией Аркадьевной Моровой, которая можно сказать всю жизнь изучала роль такого уникального микроба эндемика как бета-гемолитический стрептокоб группы А. Этот микроб является условно-патогеном. То есть при одних условиях он приносит вам большую пользу, при других условиях он вызывает болезни. В свое время, еще в 70-х годах, Всемирная организация здравоохранения объявила беспощадную борьбу стрептококковой инфекцией. Лет через 10 она же заявила о том, что в целом в мире с этой проблемой справились. А еще через 10 она же констатировала, что смертность от инсультов на планете увеличилась в 5 раз. Смертность от инфарктов увеличилась в 5 раз. Смертность от онкозаболеваний увеличилась в 10 раз. И только потом стали понимать, что вот эта тотальная антибиотикотерапия, которая уничтожала все подряд, не только болезнетворную микрофлору, но в первую очередь полезную микрофлору разрушала. Вот вот эта идея, она в принципе и легла в основу создания вот этого препарата. потому что в любом случае огромное количество полезных микроорганизмов вырабатывает очень большое количество разных ферментов, катализаторов биохимических процессов. Все равно или на биохимическом уровне, или на каком-то даже энергоинформационном уровне будут свои устойчивые механизмы саморегуляции передавать макроорганизму. Тем более, что организм человек устроен таким образом, что омикробных клеток у нас гораздо больше, чем своих собственных. Вот на этом была основана идея ЭМ-технологии, технологии применения эффективных микроорганизмов. Первая причина того, что до сих пор мы неэффективно боролись с дисбактериозом заключалась в том, что не было препаратов класса симбиотик. Вторая причина, можно сказать, даже она основная причина, почему мы неэффективно до сих пор боролись с дисбактериозом, заключается как раз в дефиците питания. Микробам точно так же, как и самому человеку нужны питательные все им необходимые питательные элементы, чтобы они могли нормально жить и размножаться и выполнять свои функции. Если человек имеет дефицит питания, соответственно этот же дефицит питания имеет его микробы. Так? Или не так? Да. Поэтому дисбактериоз никогда невозможно устранить пока не устранишь дефицит питания. Вот в чем заключается главная ошибка врачей и практиков, которые никак не могут справиться с дисбактериозом. Но эта ошибка даже не столько врачей, это ошибка самих пациентов. Я всегда говорю, что гомо сапиенс, он на то и гомо сапиенс, существа разумные. А неважно какой специальности ты человек, какое ты имеешь образование, любой человек должен хорошо разбираться в двух вещах своей профессии, чтобы не быть бездарем в этой жизни. И в своем здоровье любой человек обязан разбираться. Но большинство людей могут иметь самые разные хобби. А вот заниматься изучением своего здоровья, читать биологическую литературу, изучать себя, но это далеко не каждый желает. а потом обвиняет врачей. Вот врачи все такие-сякие, меня излечить не могут. А врачи тоже не хотят ничего изучать и разбираться в вашем состоянии. Конечно, не все врачи такие, не все врачи. я люблю медицину и я всегда очень уважительно отношусь к тем врачам, которые очень много занимаются своими совершенствованиями. Но многие врачи этого не делают. 90% врачей, я думаю, может быть, я ошибаюсь, они по сути ремесленники в своем деле только потому, что не работают над собой. Или недостаточно работают над собой. Есть, конечно, еще другие причины, почему на самом деле врачи недостаточно или плохо совершенствуются. Это прежде всего то, что вся медицина построена на соблюдении каких-то схем лечения, жестких инструкций, шаг влево, шаг вправо, расстрел. И врач на самом деле, он всегда связан по рукам по ногам. Здесь уже может быть не его вина. Творчески относиться к лечению, рисковать, брать ответственность на себя, ну, это не каждый человек может на такое решаться. Поэтому винить врачей в этом, наверное, будет неправильно. Человек в любом случае прежде всего должен сам себя винить. Если он болен, это его вина, и это ему проблема. Это не проблема врача, и это не вина врача. Ладно, мы немного отвлеклись. По поводу дисбактериоза пишется много, говорится много, вы тоже можете достать разные книги, почитать, поизучать, найдем. Второй аспект закончим. Третий аспект. Иерархия дисбактериоза не переходя на свой рацион питания бесполезно. Вот это запомните раз и навсегда. Хотите от дисбактериоза избавиться, переходите на свою индивидуально подобранную диету. Третий аспект. иерархия живых структур. Говоря простым языком, эволюционное усложнение живых структур. Или каким образом от самой примитивной живой структуры, каковой является каковым является вирус, до молекопитающего шло эволюционно усложнение живых структур. Вот это важно понимать или нет человеку? Ну, прежде всего врачу. Конечно, важно. Если, например, шофер не знает, каким образом был сформирован двигатель, может он починить двигатель? Не может. если врач не понимает, каким образом эволюционно шло формирование сложных живых структур, он не может эффективно лечить, он не может починить двигатель человека, скажем так. Поэтому вот этот аспект понимания проблем разных связанных с этим аспектом сегодня в медицине наверное имеет первостепенное значение. Я думаю, что медицинская наука в 20 веке действительно пошла не тем путем и не в ту степь двинулась. Не было и нет до сих пор наверное может быть правильного понимания вот именно этого аспекта. Я не утверждаю, что я понимаю правильно этот аспект или те ученые с которыми я солидарен в этом вопросе. Но все-таки есть уверенность в том, что эта теория более верна, чем любые другие. еще в 30-х годах доктор Ревич румызский врач заявил, что эволюционное осложнение живых структур шло не за счет спонтанных хаотических мутаций в природе. Вот как сегодня наука представляет вирусы мутировали, мутировали, мутировали и бах когда-то из этого вируса появилась бактерия. Более сложная структура, которая уже встала на вторую ступень эволюционного развития. Бактерии тоже когда-то мутировали, мутировали, миллионы лет мутировали и однажды из какой-то бактерии появился грипп одноклеточный. Более сложное существо. грипп мутировал, мутировал, мутировал и из него когда-то появилось там какое-нибудь простейшее. Ну и так далее. То есть считается, что в основном переход на следующую эволюционную ступень был возможен за счет мутации. Но Ревич заявил, что в результате мутации вирус может породить только другие вирусы. В результате мутации бактерии могут породить только другие бактерии. Грибы могут породить другие грибы. В результате мутации корова не может никогда превратиться в человека. Вот о чем говорит доктор Юрьевич. И он, будучи очень грамотным биохимиком, как бы изучая биохимическую структуру микроорганизмов, еще тогда, в 30-е годы, установил, что вирус имеет очень простую формулу. Это протеин плюс аминокислота. А бактерии имеют следующую формулу протеин плюс аминокислота плюс жирная кислота и плюс какой-нибудь нуклеопротеид. Вот это уже бактерия. Но из этой формулы видно, что сердцевиной бактерии является вирус. Да? Протеин плюс аминокислота это же все равно вирус. К вирусу прибавляется жирная кислота и нуклеопротеид. Но коль сердцевиной бактерии является вирус, Ревич задался вопросом, а почему этот вирус изнутри не разъедает бактерию? Почему вирус не уничтожает бактериальную клетку изнутри? А так как появляются всего два еще компонента жирная кислота и нуклеопротеид, да? По меньшей мере один из этих компонентов должен играть защитную роль против этой вирусной сердцевины, да? Не позволять внутреннему вирусу, так сказать, изнутри уничтожать бактериальную клетку. И он проделал тысячи экспериментов. Брал крыс, заражал их вирусами и вводил внутривенно, скажем, жирные кислоты. Ни одна крыса не погибает. Другие крыс заражают вирусами, вводят нуклеопротеиды, все крысы пропали. И он сделал однозначно вывод для себя. основную защитную роль против вирусов играют жирные кислоты. Жирные кислоты это липиды. Теперь вы можете представить, насколько важен для человека правильный жировой обмен? И какую роль играет жировой обмен? А мы 70-е годы придумали интересную диету, да? Поменьше жиров, поменьше холестерина, чтобы быть стройнее. Но это была еще одна ошибка в медицине. формула одноклеточного гриба, она тоже интересная. Протеин плюс аминокислота, плюс жирная кислота, плюс нуклеопротеин и плюс еще какой-то сложный липопротеин. Речи тоже стало интересно, ведь гриб уже должен защищаться и от самой бактерии тоже, которая внутри гриба сидит, да? А что играет основную защитную роль от бактерий для гриба? Вот этот сложный липопротеин, который добавляется как еще один компонент, он в своем составе содержит фосфолипиды. И много-много экспериментируя, речь установила, что основной защитной роль для грибов против бактерий играют именно вот эти фосфолипиды. Ну, а человеческая клетка это, по сути, все то, что эволюционно с далеких времен шло. Человеческая клетка это, по сути, вирус плюс бактерия плюс грипп, человеческая клетка. И если мы имеем патологию с нашей клеткой, то это означает, что или вирус, паразит прорывался и причиняет нам болезни какие-то приносит. Или бактерии, заключенные внутри клетки, начинают дураковалять. Или сложная мембранная структура гриба нарушилась и мы имеем болезни, похожие на молочницу, скажем. и сравнивая вот это вот эту уровневую организацию живых структур, Ревич установил, что вирусы, по сути, соответствуют нашим генам. бактерии соответствуют нашим ядрам, ядрам наших клеток. Грибы по своему строению соответствуют уже нашей клетке. Ну, а дальше зная кто от кого и как защищается, Ревич составил для себя очень интересный алгоритм лечения в принципе любых болезней. И этого человека в мире называют так врач, который лечит рак. Он действительно, это может быть единственный врач в мире, который достиг вот таких успехов, успехов, потрясающих успехов в лечении рака. Но он успешно лечил и спит, он успешно излечил, избавлял человека от наркотической зависимости, он успешно спасал людей с мощными кровотечениями, несовместимыми жизнью, ну и так далее. И изучая исследования Ревича, я всегда поражаюсь, просто потрясаюсь, почему все это не является достоянием всех врачей. Мне кажется, наверху где-то сидят преступники, большие-большие преступники, которые почему-то не хотят, чтобы эти знания, эти методы лечения были доступны каждому врачу. Иначе мне трудно понять вообще, что такое медицинская наука. Не только в России, во всем мире так. Вот это элит-аспект иерархии живых структур позволило Ревичу понять, что, во-первых, против вирусных заболеваний надо бороться с помощью жирных кислот. С помощью бактериальных инфекций надо бороться с помощью фосфолипидов, что таблицы, вернее, элементы таблицы Менделеева расположены по горизонтали в семь рядов не просто благодаря тому, что они имеют вот столько-то электронных оболочек, но еще и благодаря тому, что каждый горизонтальный ряд таблиц Менделеева имеет совершенно определенную уровню его организацию в живой системе, в живой структуре. И Ревич первым установил, что второй ряд таблиц Менделеева, включая первый, в первом ряду там всего два элемента водород и гелий. Второй горизонтальный ряд это элементы, которые работают на системном уровне. Вы вот это запишите, потому что потом второй ряд, первый и второй ряд соответствуют системному уровню организации живой структур. Третий ряд соответствует органному или межклеточному уровню. Четвертый ряд клеточному уровню соответствует клеточному уровню. Пятый ряд ядерному ядерному шестой ряд субъядерному субъядерный уровень и седьмой ряд это первичный. Ну в таблице Менделиров в седьмом ряду располагаются редкоземельные металлы и они напрямую в биохимических процессах не участвуют, но в самых мельчайших дозах они на энергоинформационном уровне оказывают воздействие на любые биохимические процессы именно на субъядерном уровне на субъядерном на первичном уровне. Так вот зачем это нужно знать вам и врачам? В таблице Менделеева семь горизонтальных рядов. Теперь представим семиэтажный дом. Например на четвертом этаже случился пожар. приезжают пожарники и заливают водой третий этаж. Будет толк? Возможно остановить пожар? Невозможно. Если у человека например патология запустилась на клеточном уровне четвертый горизонтальный уровень да? Ну а врач назначает препараты которые в своем составе содержат элементы биогенные элементы таблицы у Менделеева третьего уровня например. Будет эффект? Будет результат от этого лечения? В лучшем случае это и есть симптоматическое лечение. Все причина не устраняется. Причина это как раз возникает из-за того что в данном случае патология этот процесс болезнетворный запустился именно на клеточном уровне. нужны препараты которые будут работать на клеточном уровне. например препараты кальция это клеточный уровень препараты калия это клеточный уровень если будет назначать препараты магния или магн или еще какие-то другие фосфора флора это другой уровень я всегда я очень часто спрашиваю врачей которые назначают лекарства вот например попал мне знакомый в больницу любой знакомый или меня попросили проконсультировать посоветовать я звоню в больницу требую лечащего врача по телефону с ним разговариваю спрашиваю а на каком основании назначили именно эти препараты ну он мне приводит разные доводы я его спрашиваю вы мне скажите какие элементы содержит в своем составе препарат он мне чуть только там не говорит вот такие соединения там сложные сложные биохимические там названия я спрашиваю какие элементы содержит он не может сказать не знаю говорит ну зачем нужны эти препараты тогда не знаю так принято а эти препараты еще например очень дорогие я говорю коллега ради бога отмените это лечение назначите ему вот то-то 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 и через неделю отпустите его домой и не мучайте больше а он через неделю мне звонит и спрашивает странно но эти препараты которые я назначил они такой эффект дали а на чем это все основано я говорю если интересно приходи на мои семинары я регулярно их провожу в АНУД специально для врачей я просто действительно знаю что абсолютное большинство врачей назначая те или иные препараты не знают из чего они состоят не знают какие элементы содержатся в этом препарате они сложные названия могут сказать сложный состав могут сказать а элементарно элементный состав не знают четвертый аспект двойственность патогенеза речь также обновил что элементы таблицы Менделеева имеют биологическую закономерность не просто по горизонтали но и по вертикали в каждой вертикальной колонке находятся элементы которые обладают или катаболическими свойствами или анаболическими что это такое все биохимические процессы в организме живой структуры делятся на две группы это катаболические процессы которые протекают с распадом органических соединений с преобладанием щелочных реакций и анаболические процессы которые протекают наоборот с синтезом органических веществ и полезных и вредных и протекают с преобладанием кислотных реакций и оказывается каждый человек у каждого человека одна и та же болезнь вернее у двух разных людей например с одной и той же болезнью патология может протекать на фоне или преобладающих катаболических процессов или на фоне преобладающих анаболических процессов что это значит в практическом плане это значит что с одной и той же болезнью то есть с одним и тем же диагнозом двух людей надо лечить противоположными методами так или не так когда я прочитал лекцию врача в Красноярске после лекции подошли ко мне врачи онкологи и они сказали рассказали об одном фантастическом излечении больного с раком желудка в четвертой стадии с обширными метастазами неоперабельной химиотерапии уже не давала эффекта в общем пригласили жену объяснили и предложили его забрать а жена отказалась она сказала что она уже вышла замуж за другого за это время пока много месяцев этот мужчина лечился ну и в какой-то некорректной форме заявила больному так мол и так он совершенно весь расстроился и решил больше не мучиться как-то пробрался в то крыло где шел ремонт хотел найти там какой-нибудь растворитель напиться отравиться и покончить с собой не нашел растворитель а в коридоре стояла бочка с известковым раствором но раз ничего не нашел напил с известкой добрался до своей койки лег лежит ждет минут через 15 его впервые наконец-то за много месяцев совершенно отпустили боли но он решил что уже душа отлетает боли не чувствует и приготовился помирать час проходит не умер два часа не умер рассвет наступил не умер а боли нет он часов 10-11 утра у него опять появились боли он украдки встает идет к той бочке напивается известкой опять и так он делал каждый день каждое утро потихонечку выбрасывал все лекарства которые ему давали но каждое утро ходил пил известку через месяц у него исчезли метастазы через два месяца исчезла сама опухоль желудка но удивились какое-то совершенно необъяснимое фантастическое выздоровление наступило самовоздоровление и лишь выписываясь этот человек рассказал врачам что он делал конечно очень удивились надо же известкой простой известкой человек излечился от рака и вот спрашивает а что же ты раньше-то нам не сказал ну да говорит а вы замкнули бы эту бочку и я бы помер конечно если бы его лишили возможности пить известку каждый день он бы умер однозначно умер потому что потом когда мы проанализировали клинику анализы то на самом деле у него раковый процесс шел на фоне мощных анаболических процессов организм был весь закислен шел очень мощный синтез ядовитых веществ разных и он просто изнутри отправлялся и погибал а когда он начал пить известку а известка это карбонат кальция это щелочной раствор причем все элементы которые входят в состав извести кальций углерод кислород это сильнейшие катаболики он с помощью этих элементов с помощью щелочного раствора подавил в какой-то степени снизил анаболические процессы усилил наоборот катаболические выровнял эти два основных процесса и началось само выздоровление вот таких случаев на самом деле в медицине много когда казалось бы при совершенно неизлечимом заболевании наступает совершенно непонятное самовыздоровление на самом деле я думаю что все это объяснимо и что неизлечимых заболеваний нет и в природе есть абсолютно все для лечения любого заболевания просто мы действительно не знаем что когда и как надо применять для конкретного больного с конкретной болезнью чтобы добиться максимального эффекта вот вот это четыре как бы основных биологических аспекта понимание которых позволяет с другой позиции подходить к решению своих проблем связанных со своим здоровьем вот теперь какое отношение имеет курунга курунга лечения к этим аспектам вы конечно можете курунгу пить просто так принимать как любой другой пищевой продукт курунга на самом деле это пищевой продукт и зарегистрирован и сертифицирован как пищевой продукт но для того чтобы эта курунга помогала вам избавляться от очень многих недугов я не говорю стопроцентно излечиваться я не говорю о том что курунга является панацеей панацеей в природе только одна она здесь она в голове у человека соображает человек понимает человек будет здоров не понимает как ему надо выздоровывать ну и помрет от этой болезни в итоге все дело лишь в понимании и если вы хотите не просто потреблять курунгу как пищевой продукт а максимально использовать все его возможности в оздоровлении вот здесь уже надо головой своей хорошо думать потому что курунгу можно на самом деле применять как угодно из курунги можно в домашних условиях создать практически любое ой как сказать то ну хочется сказать лекарственные средства в компании не принято говорить о лечении не принято говорить о лекарстве мне всегда бывает как врач очень сложно выступать перед органавтами ну в общем понятно вам да М курунга и дефицит питания курунга будучи если вы из таблеток курунги приготовите кисломолочный продукт будучи сложнейшим устойчивым саморегулирующимся симбиозом состоящим из огромного количества полезных микробов которые вырабатывают еще более огромное количество ферментов и эти ферменты в состоянии переводить в легко усвояемые формы любые макро микроэлементы то соответственно добавляя в этот напиток любые минералы вы можете очень быстро решить проблему с дефицитом питания при брожении эти минералы уже за сутки переходит в калорийные формы и вы на самом деле эту проблему можете решить быстро что касается дисбактериоза то огромное количество полезных микробов которые обладают устойчивыми механизмами саморегуляции они быстро передают свои механизмы саморегуляции нашей собственной микрофлоре помогают ей быстро восстановиться а своя собственная микрофлора уже помогает нашему макроорганизму отрегулировать свои механизмы саморегуляции и так далее курунга имеет конечно самое прямое отношение к устранению проблем связанных с дисбактериозом что касается дисбактериоза то в принципе если вы правильно подобрали себе диету вы можете от дисбактериоза избавиться с помощью простого применения таблеток N-курунги там по одной таблетке четыре раза в день или по две таблетки четыре раза в день в общем как хотите когда хотите как хотите это ваше дело это пищевой продукт ну какая разница пищевой продукт съесть вначале съесть творог потом другой продукт или вначале тот продукт потом это дело ваше что касается третьего аспекта он конечно посложнее но для лечения сложных заболеваний таких как сахарный диабет там старческая слабоумия гипертоническая болезнь сердечная недостаточность болезни пучек псориаз онкозаболевания и так далее то есть все трудноизлечимые болезни вот чтобы здесь иметь эффект от этого продукта питания надо с помощью врача разобраться на каком уровне запустился патологический процесс какого горизонтального ряда надо дополнительно принимать соединение тех или иных биогенных элементов что касается четвертого аспекта двойственность патогенеза надо разобраться какие процессы доминируют катаболические или анаболические и по вертикали в таблице элемента в таблице менделеева выбрать или катаболические элементы или наоборот анаболические их дополнительно добавлять в курунгу и в этом случае уверяю вас вы можете в домашних условиях создать продукт питания который будет помогать даже лучше и намного лучше чем все остальные химиопрепараты которые будет назначать вам врач практически все химиопрепараты наоборот разрушают симбиоз а мы говорим о том что симбиоз является существом жизни да и для эффективного лечения надо же наоборот восстановить этот симбиоз правильно а не восстановив симбиоз оберкового выздоровления можно говорить а если большинство химиопрепаратов наоборот разрушают симбиоз то именно поэтому мы на практике не видим сегодня эффективных методов лечения когда мне говорят как можно продуктами питания оздоровиться чушь какая-то ну с этим врачом у меня действительно нет желания никакого желания разговаривать я думаю что это не врач это действительно какой-то ремесленник который занимается в лучшем случае фельдшеризмом на неврачевании мне это близки каноны восточной медицины и тот же принцип Гиппократа врача заводной медицины да восточной медицине сегодня не нарушают а принцип Гиппократа говорит о том что всякое лекарственное средство для нас должно быть пищей а всякая пища для нас должно быть лекарством химиевый препарат когда-нибудь стал для нас пищей наверное никогда но мы сегодня еще и вторую часть этой заповеди нарушили у нас сегодня к сожалению экологически безопасных продуктов питания это маловато осталось вот например наше исследование показывает что свыше 60% российской сельхоз продукции сегодня непригодна для употребления в пищу а об импортных продуктах там вообще говорит нечего у меня создается впечатление сюда сбрасывают все то что там есть запрещено многие врачи знают этот принцип да Гиппократа и при этом практически больше большинство врачей всегда говорят лечить продуктами питания да это глупость какая-то хотя знают этот принцип что излечить человека таких серьезных заболеваний продуктами питания невозможно а я уверяю в вас это намного эффективнее чем лечиться химиопрепаратами и чтобы вот это постоянно доказывать своим коллегам именно с этой целью с целью разработки разработок эффективных методов лечения сегодня строил ВАНУД здание под будущий центр системной медицины где основой лечения будет симбиотикотерапия и я очень верю в то что в результате вот этого многолетнего противостояния вот этой многолетней борьбы со своими коллегами я все-таки докажу им что правильнее лечиться вот так а не так как принято сейчас в наших клиниках как принято в официальной медицине пока я не забыл я сейчас вам перечислю какие элементы являются катаболическими какие анаболическими чтобы вы знали что вам надо добавлять кодом углу а потом расскажу как очень простым способом определить какие биохимические процессы преобладают в вашем организме катаболические или анаболические и как их выравнивать вы пишете катаболические элементы ставите двоеточие я буду вам говорить так например кислород два магний три и так далее это будет означать что кислород является катаболическим элементом второго уровня то есть системного да магний является катаболическим элементом третьего уровня то есть какого там по счету у нас органного межклеточного вы это записались наверное записали ну давайте поехали катаболические элементы двоеточие кислород два магний три кальций четыре магний четыре марганец четыре ванадий четыре ванадий кобальт четыре а мы еще кривни пропустили кривни три германии четыре серебро пять барин шесть золото шесть свинец свинец шесть тантал шесть мы также перечислили еще несколько металлов да например это катаболические элементы например допустим целосте печени протекает на фоне анаболических процессов это означает для выравнивания для выравнивания этих процессов вам нужны катаболические элементы у вас болит печень допустим вы соответственно берете даже если вы возьмете просто свинцовую пластину и будете на ночь класть на область печени будет работать и щенка будет работать или например вот я предложил господину Лепко выпускать аппликаторы по принципу вот катаболические аппликаторы вот анаболические аппликаторы то есть в катаболическом аппликаторе все иголки должны состоять из металлов катаболического ряда в другом наоборот все иголки разные иголки должны состоять из металлов анаболического ряда если больной знает на каком фоне у него протекает болезнь он может соответствующий аппликатор взять приложить к соответствующему месту и будет совершенно другой эффект теперь анаболические элементы водород один бор два стор два азот два натрий три алюминий три хлор три калий четыре хром четыре железо четыре цинк четыре цирконий пять молитвы пять титан шесть платина шесть цинзи шесть я какие-то элементы пропустил у меня с собой таблицы нет менделеева тут мне на предыдущей лекции задали вопрос а где йод куда йод потерялся я его искал искал пропустил вы можете сами взять таблицу менделеева и посмотреть в той вертикальной колонке в котором находится йод какие другие элементы если они все катаболические понятно что йод тогда будет катаболическим если они соседние которые сверху и снизу стоят анаболические то понятно что йод будет относиться к этому вот некоторые элементы я пропустил ну переписывал пропустил так получилось поэтому те элементы которые вас интересуют еще вы можете уже сами проверить по таблице менделеева в практическом плане как это применяется то что касается разных металлических пластин там украшений например допустим что там цирконий тут же да у вас например преобладают катаболические процессы а надо чтобы усилить анаболические вы цирконий браслет просто не должны снимать и днем и ночью его носить или например у вас преобладают анаболические процессы вы все свои изделия из золота из серебра все что только есть все на себя напяливаете испить в них уже будет результат хоть какой-то но будет это то что касается разных металлических изделий а вот например продукты которые усиливают катаболические процессы продукты которые содержат в своем составе как можно больше например кальция магния там кобальта кремния магния и так далее вот этот принцип понятия да как отбирать продукты питания для себя или вы если вы хотите иметь быстрый ярко выраженный эффект вы берете курунгу кисломолочный напиток допустим у вас преобладают анаболические процессы вы берете катаболические соединения например препараты кальция берете короче говоря самый дешевый препарат кальция например глюканат кальция который стоит 6 рублей пачка да потому что если вы возьмете кальций до 3 например ну стоит 300 рублей 500 рублей ну зачем он такой дорогой когда я чувствую что у меня организм закислился и на этом фоне у меня начинается допустим простудные заболевания я в литровый банк курунги высыпаю всю пачку глюканата кальция 10 таблеток перемешиваю это вечером делаю утром выпиваю всю банку и иду на работу в литровый банк на 1 литр курунги 10 таблеток глюканата кальция можно еще дешевле делать на литровую банку курунги просто опустить одну палочку мела белого обычный мел то же самое будет в результат или например каль является анаболическим элементом а у вас преобладают катаболические реакции значит их надо снизить анаболические наоборот усиливить вы берете самые дешевые препараты калия в аптеке и точно так же опускаете вечером в курунгу за ночь микробы переведут калий в легкоусвоемую форму на другой день можете начинать пить там утром стакан в обед стакан вечером стакан или весь литр сразу курунгу пока вы не привыкнете курунге сразу большими дозами лучше не начинать пить а то будете весь день бегать в туалет начинайте понемногу с полстакана с одного стакана через два три дня вы уже когда почувствуете что организм нормально это воспринимает можете уже начинать пить хоть литрами если вы что-то поняли из моей лекции вы на самом деле можете в домашних условиях приготовить очень дешевые продукты функционального питания но гораздо эффективнее которые будут действовать чем всевозможные таблетки теперь как определить анаболические или катаболические процессы преобладают в вашем организме в принципе грамотный врач может с помощью методов биорезонансного тестирования определить с помощью биохимических разных анализов определить спектральных анализов но самый простой самый дешевый способ и доступный каждому любой дома может сам определить для этого надо купить в аптеках или в магазинах химореактивов лакмусовые бумажки как пользоваться лакмусовыми бумажками там инструкции написано если что-то будет непонятно можете спросить у своих детей школьники как правило это знают представляют умеют пользоваться вы в течение суток через каждые два три часа берете мочу опускаете лакмусую бумажку и по изменению цвета сравнивая с цветовой шкалой определяете pH мочи среднесуточное значение pH мочи у здорового человека 6,2 6,2 это среднесуточное значение но у этих процессов катаболических анаболических есть определенные закономерности в первой половине дня начиная с 4 часов утра до 4 часов дня примерно до 16 00 или до 5 там часов дня преобладают катаболические процессы а это означает что pH мочи в это время с раннего утра до 16 00 должно быть выше 6,2 например 6,5 будет 7,0 будет а вот начиная с 16,0 до 4 часов утра у здорового человека преобладают анаболические процессы и pH мочи должно быть меньше 6,2 это кислотная реакция менее 6,2 например 6,0 5,8 5,5 конечно желательно чтобы не было сильно больших разбросов если разбросы очень большие это говорит о том что буферная система у вас совершенно не справляется вот вы в течение суток проверили нарисовали кривую она будет с 4 часов утра подниматься выше 6,2 потом плавно опускается и примерно где-то с 4 часов дня она опускается потом к утру опять поднимается вот такая вот кривая понятно да вот вы проверили если у вас обе фазы присутствуют значит жить можно вам достаточно только соблюдать диету избавляться от дисбактериоза с утра пить щелочную курунгу а вечером пить кислую курунгу это для здоровых человек или пить таблетки курунги но в том виде в каком они есть и утром и вечером и все но если вы увидели что какая-то фаза выпадает у вас постоянно идут например катаболические процессы анаболической фазы нет это уже говорит о том что надо лечиться очень серьезно так можно через полгода и конце отдать и если например отсутствует анаболическая фаза значит вам надо то есть преобладают только катаболические процессы значит вы смотрите на таблицу Менделеева и видите здесь есть такие-то элементы например есть натрий доступный вам хлор а это что такое поваренная соль одна из самых дешевых анаболических лекарственных средств видите что здесь есть ферру есть цинк есть фтор вот те камни вот те элементы которые здесь есть которые вам доступны идете в аптеку покупаете вот именно эти элементы их соединения опускаете в курангу какую дозу надо этих элементов применять вот ту дозу которая указывается в инструкции например там какой-нибудь допустим препарат чего-нибудь ну калия да там написано допустим по одной таблетке четыре раза в день вы эту всю дневную дозу четыре таблетки умножаете на минимум минимум два раза и опускаете в курангу на литр куранги или все остальные также препараты эту дозу в два раза дневную дозу умножаете и опускаете и в таком виде это такая грубая схема некоторые элементы надо умножать в десять раз ну здесь требуется индивидуальный подход это вы сами экспериментальным путем должны определить вот мы скажем в корнике начали принимать анаболические элементы и через неделю проверяете опять пэш мочи как меняется если вы увидели что меняется но слабовато недостаточно не так как хотелось бы тогда вы должны увеличиваете еще в два раза через неделю опять проверили ага вот уже анаболическая фаза пошла появилась значит эта доза работает эта доза оптимальна для вас вы также можете готовить различные курунговые фитоэкстракты в домашних условиях например у вас есть какое-то заболевание бронхолемочной системы в аптеке покупаете соответствующий фитосбор и прямо в курунге заквашиваете вот тут дневную дозу которую надо настаивать или отваривать травы вы эту дозу тоже умножаете в два раза увеличиваете в два раза заворачиваете в марлевый мешочек внутрь мешочка еще кладете например тяжелый какой-нибудь шариковый подшипник или камешек тяжелый и все это пускаете прямо в курунгу и вот эта трава этот сбор постепенно будет выделять в курунгу свои биологически активные вещества и вы будете иметь напиток который не только восстанавливает микробный фундамент вашего организма да вы будете еще иметь напиток который целенаправленно будет оказывать лечебное воздействие на клерки таким образом вы можете подбирать для себя любые фитоэкстракты от почечной патологии от печени там при сахарном диабете при сердечной недостаточности и так далее то есть вы с помощью трав можете создавать кружковые напитки двойного действия теперь ну о некоторых закономерностях скажем так вообще человеческий организм глубоко индивидуален поэтому мы говорим о двойственности патогенеза но определенные закономерности конечно же есть например все вирусные болезни протекают на фоне катаболических процессов большинство бактериальных инфекций протекает на фоне анаболических процессов гипертония чаще всего сопровождается катаболическими процессами сердечная недостаточность наоборот анаболические процессы простые артриты как правило протекают на коне катаболических процессов а ревматоид наоборот анаболические процессы сахарный диабет чаще всего сопровождается анаболическими процессами если это не запущенная форма герпес например теперь он очень часто встречается он обычно протекает на фоне анаболических процессов язвенная болезнь гастрит галит энтерит они протекают как правило на фоне анаболических процессов онкологические заболевания особенно уже запущенные стадии а это всегда уже совершеннейший беспорядок в организме вот здесь закономерности нет у одного может быть анаболический процесс у другого катаболический это полнейший хаос в организме поэтому онкозаболевания там надо обязательно индивидуально в первую очередь проверить ППШ мочи определить какие процессы преобладают и в зависимости от этого выбирать методы лечения и причем например в данный момент преобладают анаболические процессы вы принимаете катаболические препараты и через месяц вдруг обнаружили что теперь у вас преобладают катаболические процессы анаболические пропали отсутствует эта фраза это означает что в принципе лечение было правильным но теперь надо поменять и надо уметь балансировать надо уметь постоянно выравнивать вот онкологические больные больные с ПИДом больные туберкулезом уже в терминальной фазе они всегда сложны в лечении как раз именно тем что надо постоянно отслеживать эти фазы и постоянно их выравнивать уметь выравнивать вовремя отменять это лечение и назначать другое лечение потом опять его отменять и возвращаться на прежнее лечение вот это уже искусство врача но наверное на этом я закончу свое выступление и так «мне вовремя» и «мне вовремя» Субтитры создавал DimaTorzok